Сегодня я вам открою секрет, которым в домашних условиях практически никто не пользуется. Ну вот там единицы, наверное, и то, если это повара. Когда мы создаем ресторанные блюда, мы делаем упор на цвет. Но зеленое масло, которое я сегодня сделаю и расскажу, как, зачем и почему, имеет яркий вкус свежескошенной травы. В рамках ресторанных блюд, в рамках украшений и всего прочего, дополнительных вот этих вкусов, которых мы привносим там-там-там, это очень сильно освежает блюдо и делает его, ну, совершенно... А, ну что совершенно? Оно и делает его ресторанным, потому что дома реально никто это не использует. А хотя могли бы удивить своих близких. Ну, разочек хотя бы, да? Итак, у меня здесь кипит водица. Значит, у меня есть 100 граммов петрушки. Прям вот какую-то вялую купил за ней дорого в магазине. Не парился за копейки. В общем, что я делаю? Мне нужно ее балансширнуть. То есть я ее в кипяток опускаю вместе со стеблями для того, чтобы активизировать свет. Мне не нужно даже ее доводить до кипения. Вот что произошло. 20-30 секунд. Вот у меня здесь тазик с холодной водой. Я беру петрушку и перекладываю ее в тазик с холодной водой. Раз, остудили. Петрушка стала темнее по цвету. Да, мы, то есть, процесс запустили и его резко остановили. Значит, во-первых, вода у меня грязная. Петрушка заодно рассталась с песком, который иногда бывает на ее листочках. И при всем этом она прям остывшая и вообще супер-супер-супер темно-зеленая. Из нее я буду делать масло. Масло очень популярное в ресторанах, которое делают повара и никому не говорят, как они это делают. Секретное масло. Короче, отжимаем лишнюю влагу из петрушки и выкладываю ее на салфетку, значит, буквально на несколько минут, пока тут занимаюсь дальнейшей подготовкой. Для того, чтобы она впитала лишнюю влагу. Для того, чтобы салфетка впитала лишнюю влагу от петрушки. Беру тазик. Смотрю. Входит. Вот этот тазик нужно обязательно насухо-принасухо вытереть полотенчиком, чтобы не было ни капли влаги. В этот тазик нужно налить воду. Пусть вода стечет. Обычно из-под крана нужно, чтобы она была максимально холодная. Если у вас есть в морозилке лед, используйте его. Если нет льда, значит, добавьте туда замороженных пельменей. Если нет пельменей, добавьте замороженную ягоду. Что я делаю? Мне нужно... Есть такое понятие. Когда вы что-то делаете на пару, например, кастрюлька кипит, вы ставите сотейник, взбиваете, соус голландский делаете. Называется на водяной бане. Водяная баня, когда у вас идет пар, нагревает щадящим образом ту плошку, в которой вы что-то там взбиваете или завариваете. Есть ледяная баня. Это когда лед. И вы то же самое делаете. Ставите сюда и охлаждаете соус, например. Вбиваете масло, охлаждаете соус с помощью льда. Ледяная баня, да? И она эмульгирует аккуратно, не отсекаясь. То же самое я буду делать здесь. Мне нужен тазик, в который я буду лить масло горячее. И оно будет остывать. Иначе будут непоправимые вещи. Когда у меня все подготовилось. Ну, то есть здесь у меня ледяная баня готова. Мне потом нужна сковородочка. Кстати, оценили, да? Все не оттер, но я прям заморочился тут пару дней. Химозой залил всякое, отмочил. Вот, смотрите, сковородка не мытая, да? У меня одна. А это мытая. Она, конечно, местами здесь все-таки и это, и это осталось. Не оттирается. Но уже прогресс налицо. А то я смотрю, вы меня что-то хейтите жестко по этому поводу. Вот, видите? Иду навстречу, иду к моим подписчикам. Значит, что я делаю? Нужен обязательно блендер. Причем блендер-стакан. Не путать. Стакан, слово, есть повсюду. Но вот этот блендер называется стакан. Есть еще погружной блендер, и к нему идет стакан, в котором там можете что-то взбивать, майонез в том числе. Не путайте это. Значит, почему именно этот блендер? Потому что у него, как правило, более высокая скорость, чем у того, который погружной. Значит, сюда я добавляю петрулечку нашу, которая уже слегка, да, стебли волокнистые. Поэтому их нужно порубить. Помочь блендеру. Не нужно там наматывать на винт всевозможные вещи и испытывать его моторчик на живучесть. Типа, ага, а если мы туда добавим какую-нибудь пластиковую штуку, сможет ли он? Жжжж, сказала пила, и смогла. А если мы добавим туда какую-нибудь резиновую штуку, сможет? Жжжж, сказала американская пила, и сломалась. Жжжж, сказала русская пила, и смогла. Не нужно, короче, это так делать. Просто помогите, просто помогите этому блендеру прекрасному справиться с вашей поставленной задачей. Петрушку сюда. У меня было 100 граммов петрушки, да, я ее подварил. Чуть-чуть ее стало по весу больше, ну, потому что вода, она стала влажнее. Хотя вода это враг нашему маслу, да, любому. Далее делаем вот что. Берем растительное масло. Нужно взять такое, которое точно не будет горчить. В идеале хорошо бы его попробовать. Подобное зеленое масло делают из листьев лука зеленого, да. Делают из тархуна, делают из кинзы, делают из укропа, делают из петрушки. Из петрушки просто самая такая, по цвету, мощная. Из любой зелени можно это делать. Ну, кроме розмарина. Розмарин, там много эфирных масел, которые будут горчить. Ставим масло. Давайте сделаем так. Значит, традиционно берется 100 граммов зелени и 200 граммов масла. Я добавлю не 100, а не 200, а 150 масла для того, чтобы получить более концентрированный цвет. Чем более концентрированный цвет вы получаете, тем меньше масла у вас идет в расход на украшение. 62, еще столько же. 112, 148 и еще, опа, эх, 152 на 2 грамма больше. Ну вот, значит, достаточно будет этого количества. Все, врубаем, врубаем, врубаем. Крышечку обязательно накрываем. И хорошенечко перемалываем до однородного состояния. Хорошенечко. Смотрите, что получается. Видите, цвет какой? И очень мелкая структура. Ну, то есть, по сути, мы сделали пюре из любой зелени, да? Можно вот таким образом. Ну, только у какой-то будет более яркий цвет, у кого-то будет менее яркий цвет. Но идея вот такая. Значит, что мы делаем далее? Я сковородку не ту. Значит, сковородку нужно взять такую, которую не жалко. Поставить ее и нагревать. Значит, вот в эту чашку, которая, в общем-то, холодная, да, но немножко отсырела. Кухне, на кухне тепло. Конденсат. Оп, нужно все тщательно протереть. Силиконовая лопатка нужна нам для того, чтобы все тщательно собирать со стенок блендера в любой посудине. Ждем, когда появится дымок. Сковородка должна раскалиться максимально. У меня есть вот такое сито. Мне его привезли из Германии. Говорят, что в мишленовских ресторанах такими пользуются, что она очень-очень-очень мелкая, несмотря на то, что прозрачность в нем присутствует. И как бы вот. Я надеюсь, что от масла, от раскаленного, оно не расплавится. Всячески надеюсь. Ну, расплавится, ну, значит. Грош цена этому ситу. Обычно это вещи я спокойно на нем фильтрую. А тут мы проверим сейчас, все ли так. Нашел я чистое полотенце, убьем полотенце. Вот так вот сделаем. В ресторане есть кофефильтры, такие бумажные, которые круглые. Берется металлическое сито. Ну, какого-то вот такого плана. Ну, не маленькое, в смысле, а большое. Я имею в виду мелкое, по своей яче. Туда выкладывается кофефильтр. Или, знаете, еще бывают в ресторанах такие чайные пакетики длинные. Я их разрываю, несколько штук кладу. Вот смотрите, дымок пошел. Он пошел у меня и внутри, и снаружи. Это та сковородка, которую я еще не домыл. Что теперь делаю я? Значит, беру и всю эту жидкость вот сюда быстро-быстро выливаю. Буквально 15-20 секунд помешиваю. Нужно еще следить за тем, чтобы... Значит, в чем смысл процесса? Все забрызгал зеленухой, поэтому рассчитывайте, ну, как бы учитывайте, вернее, этот факт. На раскаленной сковороде я выгоняю влагу. Просто-напросто ту влагу, сок от петрушки. Вода, да, которая прилипла при балансировке и так далее. Я на раскаленной сковороде резко даю возможность этому всему уйти. 15-20 секунд. Но если у вас чуть больше 30... Ну, никак не минуту, там и полторы, как мы любим говорить. Да что там, в жаре долго не надо. 25 минут кусочек маленькой рыбки там в духовке. Все будет круто. В рамках гастрономии 20 минут это вечность. Вот 20 секунд это уже более-менее похоже на правду. Соответственно, пережжете петрушку. У вас будет запах чего? Да, будет жареного какого-то растения. Запах. Кухню потом придется отмывать. Ну, ничего страшного, это вообще штука такая. Это же масло плюс петрушка. Значит, что делаем дальше? Да, вы понимаете. Для того, чтобы хлорофилл дальше не заваривался, нам и понадобится вот эта вот ледяная баня. Нам нужно, чтобы масло, которое стекает туда, остывало сразу же. То есть вы уже примерно представляете, какой цвет у масла будет у нас. Я вам сейчас вообще раскрываю такие тайны, за которые меня могут поймать повара и надавать леща селедкой. Ё-моё, это горячая штука. Что касательно вкуса. Вот петрушка, у масла вкус свежескошенной травы. А тархун, конечно, кинза нет. Базилик неплохо передает вкус, но очень слабо, потому что нагревание происходит, эфирные масла улетучиваются. У лука вкус остается луковый такой легкий. И прекрасный вкус, самый популярный, это тархун. На основе масла из тархуна делают зеленый майонез. Ну, в общем, смотрите, вот даже вода задерживается на сите. Делайте это, когда супруги вашей нету, потому что если моя узнает, что я полотенце одной испохабил дома, ну вообще, мне кажется, я получу не только леща селедкой, но и вот этим полотенцем еще. Поэтому делайте, когда нет никого дома, чтобы потом не полить полотенце. Ну, смотрите, с другой стороны, оно приобрело очень крутой оттенок, поэтому вообще огонь. И приходит такая жена, такой, а что это с полотенцем? Он, я экспериментировал, я же творческий человек. Вот, вот, видите, зеленое полотенце. Да, можно попробовать бросить его в тазик вместе с этой травой, для того, чтобы оно дальше покрасилось. И, соответственно... В общем, смотрите, вода прохладная, да? Да, сито у меня прекрасно отсидило всю труху. Ну и полотенце еще помогло. В чем смысл охлаждения? Когда мы нагреваем хлорофилл, если его перегреть, любая зелень в горячем блюде чернеет. Так и здесь. Если мы перегреем и не дадим ему остыть, то есть мы его сильно нагрели, нужно его быстро остудить. Если быстро не остудили, оно черное будет, оно не будет зеленое. То есть нам нужно остановить процесс, так сказать, приготовления. У меня, как и у любого другого повара, есть вот такие вот мягкие диспенсеры. Это рестораны в ресторанных магазинах. А у нас, кстати, тоже на сайте, наверное, такие же есть. Должны быть, во всяком случае. Может, не такие маленькие, но побольше. Суть в том, что все соусы и всевозможные масла в ресторанах, на кухне находятся вот в таких вот пластиковых диспенсерах. Мы их называем соска, как детское питание, которое... Так, вот сюда. Да, это у меня навье есть, пачечки достал, все. Значит, у меня нету... Нету у меня воронки, поэтому у меня воронка будет вот такая. У поваров же вообще, как бы, процессы, которые происходят в голове, они ничем не контролируются. Если у нас счет под рукой нет, значит, надо придумать такое, чтобы вот, может, с помощью этого можно было бы перелить там, не знаю, или... О, все, вороночка готова. Не забываем, что внизу у нас вода, ее нужно обязательно протереть. Значит, свою доску я, чтобы не... Как это называется? Правильно. Не испортить. Почему вытираем воду? Капли начнете поворачивать, капли начнут стекать, и попадут у вас либо в блюдо, либо в масло, не дай бог. А здесь у нас никакой воды нету. Мы ее выпарили. Остаток не долив... А, ну, здесь у меня воды нету, поэтому все доливаем, доливаем. Все остальное выкидываем. То есть, вот смотрите. На тарелочку выливаю. Так, это я закручиваю. Прям вот... Прям под самый край. Прям самый-самый-самый край. Значит, масло хранится без холодильника. Честно признаться, я не знаю, потому что в ресторанах мы никогда не засекаем, сколько хранится масло. Смысл в том, что нужно сделать это масло... Оно примерно каждые два дня делается для того, чтобы... Можно побольше каждые три дня, кто... В зависимости от того, сколько это все использует. У меня делается в кафе каждые два дня. Больший объем, чем вот эти две пипетки. Но вот такие пипетки обычно я беру на мастер-классы, для того, чтобы большую баклажку с собой не таскать, и все, чуть-чуть на блюдце добавил. Значит, но я всегда говорю так. Можно, конечно, его сделать, завакуумировать, положить в морозильник, и оно будет у вас храниться месяц. Зачем? Вопрос. Вы сделали, побаловались, все забили. Значит, смотрите. Вот голубая тарелка. Она светло-голубая. Вы видите, какой контрастный цвет. Во-первых, масло прозрачное. Полностью контраст, вы видите, какой, да? Это на голубом. А если мы добавляем сюда белое, и делаем вот так. Понимаете, да, о чем я? Огонь. А если вот так вот нальем, чтобы вам было понятно, о чем идет речь, и капаем на белую часть. Вот для чего нам нужно масло в ресторанах. Во-первых, оно имеет вкус свежескошенной травы. Не парфюмный вкус такой, чтобы вся кухня аж была. Нет, вы когда будете пробовать его, оно используется для украшения. Но еще знаете, для чего используется? Для того, чтобы прогнать подыхающую зелень. Это ведь очень важно. Безотходное производство. У вас зелень подыхает, вы ее не можете ей украшать. Она вялая, все. Почему я специально взял вялую петрушку? Потому что я ее купил задешево, со скидкой. В ресторане мы не делаем из свежака. Делаем из того, что осталось. Все, получилось яркое зеленое масло. Теперь вы знаете секрет. Которым пользуется шеф-повара. Вы просили вот какие-то ресторанные лайфхаки? Вот, пожалуйста, принимайте. Уверен, что там не все ими будут пользоваться, но тема-то прикольная.